Много в нашей стране удивительных мест с богатой культурой и невероятной историей. Те, которые связаны с жизнью последнего российского царя Николая II и его семьи, объединил уникальный национальный туристический проект «Императорский маршрут». Возможность прикоснуться к истории последней императорской семьи появилась и у наших губкинских ребят. Во время каникул они совершили путешествие по памятным местам, связанным с пребыванием последних романовых в Тюменской области. И сегодня у нас в студии своими впечатлениями поделятся участники поездки Ксения Шейхиддинова и Максим Бухтяр, а также Айгуля Лусынбаева, которая сопровождала ребят в путешествии. Доброе утро! Доброе утро! Айгуль, сначала вопрос к вам. Как организован императорский маршрут и что он дает юным путешественникам? На самом деле очень интересно организован сам императорский маршрут. Он захватывает ту историческую часть именно Сибири, которую надо ребятам знать. Они многое уже проходили в школе, то есть на уроках истории. Ну а тут дается такое, когда тебе рассказывают, и ты смотришь, и ты можешь даже некоторые вещи потрогать. Это уже интересно, это запоминается ребятам. Я думаю, что оно пригодится на ЕГЭ. Мы посетили город Тобольск, это второй город на Сибири, и в дальнейшем еще посетили Тюмень. А кого из ребят пригласили поучаствовать в проекте? В проекте у нас приняли участие воспитанники военно-патриотического клуба «Форпост» и отдела патриотического воспитания и туризма, молодежного центра «Современник». Те участники, которые всегда принимают участие на городских мероприятиях, они помогают организовывать городские мероприятия, сами участвуют, сами выезжают на окружные мероприятия. Ребята, расскажите нам, как прошла поездка, сколько дней продолжалось, ну и какие, конечно, у вас впечатления остались? Наша поездка продолжалась 4 дня. Она была довольно увлекательная, историческая, и мы узнали очень многое для себя. Могу добавить то, что хоть она и длилась 4 дня, но все и остались довольны. С чего началось ваше знакомство с историческими местами Тюменской области? Наша экскурсия началась с того, что мы посетили Тобольский Кремль, мы увидели храмы Софийского, Успенский и Покровские соборы. Также мы посетили дом наместника, там нам рассказывали о Сибири, как она образовалась, в каком году. Нам рассказывали о известных личностях, которые родились в Сибири и там жили. Ну, я в свою очередь могу рассказать об автобусной экскурсии по городу Тюмень, в которой нам рассказывались о различных зданиях, в которых жили интересные личности города Тюмень. Мы рассказывали об мосте влюбленных, о монастырях. Мы их посещали, рассматривали. Было, конечно, немного холодно, но информация того стоила. Что нового для себя узнали? Какие-то интересные факты из жизни императорской семьи и что особенного вам запомнилось? Музей семьи Николая II очень удивительный. Это была третья или четвертая наша экскурсия, потому что их много-много было. И на самом деле там вот нам разрешили даже просто сидеть на постаментах, ну, не трогать там экспонаты, а вот разрешили на полу сесть и на этом сесть, видя, как дети устали, ребята. И мы сидели, а нам рассказывали про каждого члена семьи, это то есть про Татьяну, про Ольгу, про детей Николая II, про жену. И даже несмотря на то, что они 9 месяцев же провели там, они все равно вели активный такой образ жизни, они все фотографировали, они устраивали театральные спектакли. То есть этого нету в книжках, а тут вот нам рассказали, показали. Айгуля, какая атмосфера была в поездке? Было ли ребятам интересно, как они общались друг с другом, подружились ли? На самом деле они и так друг друга знали, они всегда встречались на городских мероприятиях, на окружных где-то они командой выступали. То есть у нас уже сразу поехала дружная компания такая, где друг другу помочь, где пообщаться. Они всю дорогу у нас играли в различные настольные игры, то есть вообще весело было. А куда еще хотелось бы поехать и какие места посмотреть? Также мы хотели бы посетить фанерную фабрику, село Царское, где проживала семья Николая II до всей ссылки. Мне бы хотелось побывать на Золотом кольце России, посмотреть различные старинные русские города, как их архитектуру, чем они славятся и побольше узнать про историю своей страны. Ну вообще я мечтаю посмотреть на китов живых, настоящих. У меня в дальнейшем в планах посетить Камчатку, конечно же. Но наша страна, вообще Россия, очень удивительна и в каждом уголке есть свои достопримечательности. Поэтому я считаю, что нужно посещать Россию, не выезжать за границу и любоваться нашей любимой родной родиной. Спасибо, что встретили это утро вместе с нами и ваши пожелания горожанам на день грядущий. Жители города Губкинского, я вам желаю доброго утра и веселого настроения. Дорогие наши губкинцы, желаю вам больше путешествовать, планировать уже, можно уже начинать планировать отпуск на следующий год. Посетите каждый уголок нашей страны и вы всегда найдете что-то интересное. Желаю жителям нашего города почаще выбираться на природу.